Мария Шарапова А саму теннисистку встречали как настоящую кинозвезду Первой экзаменовать Шарапову выпала Роберти Винчи, чему она вряд ли обрадовалась Ход поединка ее опасения только подтвердил Мария не оставила итальянке ни шанса 7-5-6-3 На корте россиянка действовала так, будто не было никакого перерыва И даже фирменные крики Шараповой, кажется, стали еще громче Я очень хотела вернуться, работала над этим, и это произошло Все это время я жила обычной жизнью Постоянно поддерживала форму, но какое-то время ракетку в руках не держала Очень много времени провела на корте в своей жизни А сейчас пытаюсь вернуться в знакомый ритм Я хочу соревноваться, хочу жить этим снова Все, что мне нужно, выигрывать геймы, сеты, матчи и находиться в игровой атмосфере Возвращение Шараповой без преувеличения – главное событие этого года в теннисе И ажиотаж вокруг ее первого матча это лишний раз доказывает Мария собрала первый аншлаг на нынешнем турнире в Штутгарте 6 тысяч зрителей При цене билета в 50 евро Шарапова принесла организаторам 300 тысяч Это почти половина общего призового фонда Впрочем, сама теннисистка свою популярность полностью осознала только в период вынужденного отпуска За то время, пока я не играла, ко мне подошло столько людей Повара в ресторанах выходят с кухни, пилоты из кабины самолета Это так приятно Я всегда в своей профессии смотрела только прямо И не осознавала, какое влияние имею на людей Это меня просто потрясло Победа над Робертой Винчи принесла Шараповой первой за полтора года рейтинговые очки Сейчас она 510-я ракетка мира Впрочем, следующий успех позволит Марии отыграть почти две сотни позиций Главная цель Шараповой на данный момент – попадание на открытый чемпионат Франции И даже по первому матчу можно смело сказать Среди элиты мирового тенниса она не затеряется Главное, что мы увидели в поединке с Винчи – невероятная подача Марии Россиянка сделала 11 эйсов А вот с движением у Шараповой пока возникают проблемы Но игровой тонус можно вернуть только в матчах Дора Лангарос Мария Шарапова сыграет еще на двух турнирах в Мадриде и Риме И вполне возможно, что по итогам россиянки уже не придется ждать специального приглашения от организаторов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok